Уважаемые любители моих фотографических историй! Сегодня мы с вами немножко позанимаемся тонкими эстетическими удовольствиями. То есть мы попробуем объединить Хасельблат с объективом из очень далёких времён. А именно с объективом, который выпускался фирмой Фахтлендера для получения вот таких замечательных фотографий. Которые носят название дегеротипов. Дело в том, что, как видите, дегеротип сам очень небольшой, уязвимый. А в них всё давно и многократно написано. Медная пластинка, покрытая серебром, потом едированная, потом проэкспонированная. Так сказать, обработанная дальше в парах ртути и закреплённая гипосульфитом. Они, значит, пользовались популярностью почти 20 лет. Но основной период, где это около 15 лет. Когда для них даже специальные, начиная с 1840 года, создавали объективы. Тут надо сказать, что первый объектив был сделан никаким не Пицвалем, а выпускался за два года до появления пицвалевского объектива Фахтлендера. Выпускался фирмой Шевалье. Каталоги эти есть, они известны. И когда у Пицваля заподозрили в том, что он как бы позаимствовал у Шевалье свои расчёты, неожиданно на его дом напали разбойники, которые украли первичные расчёты. Ну, решайте сами, насколько Пицваль был автором этого объектива. Так вот, Фахтлендер выпускал такие длинные металлические камеры с маленькими-маленькими местами для постановки пластинок дагерротипных. Как видите, она очень маленькая. И поэтому специфические объективы, они обычно не носили надписи непосредственно Фахтлендер, а надписи на корпусе камеры. Ну, вот объективы довольно долго выпускались, где-то около 15 лет интенсивно. И один из них, собственно, находится у меня в руках. То есть это классический объектив, у которого нет, как вы видите, никакого места даже для вставной диафрагмы. То есть этот объектив работал с наружными диафрагмами, которые одевались на объектив. Я сделал таких парочку диафрагм, светосилы 5 и 11. Сам объектив светосилы 3. То есть таким образом это чисто портретный объектив, потому что интерес был только к портретникам в те времена. Ну, и мы благодаря им, собственно говоря, видим таких людей, как известные писатели, известные ученые, политические деятели. Иначе бы их портреты сохранились только из рук художников. А так Бальзака мы можем увидеть, так сказать, живьем, как он выглядел. Интересно, как этот объектив работал, что мы хотели бы получить. Ну, мне пришлось поковыряться, поработать, прежде чем посадить через систему переходников вот на эту камеру, а камеру я использовал Хассельблат, любимая модель 907, тот самый, у которого большая матрица. И на эту камеру я сделал через систему переходников, посадил вот этот объектив, что позволило мне сделать несколько кадров. Ну, вот посмотрите, поле, конечно, у него фантастическое по кривизне, такого трудно себе представить в наше время, но тем не менее, зато какой феноменальный бакет, уше или софт, как хотите называйте, аберраций тьма. И вот цветы вы видите с кривым полем, увеличенный участок, посмотрите, как мягко тушируются края листиков и цветочков. Ну, и понятно, что он софтит на открытой диафрагме, в данном случае диафрагма полностью открыт. Второй цветовой снимок с цветочками, тут с увеличением черно-белая картинка, уже конвертированная в компьютере, конечно. И мы видим с вами нерезкости, которые так радуют глаз. Ну, а теперь посмотрим на нерезкости в движении камеры. Есть такой приём, когда вы ставите старинный объектив, начинаете двигать геликоид, и нажимаете на спусковой крючок. Тогда получается такая картинка, в которой проецируются те зоны нерезкости, которые будут видны при размытии снимка. Вот видите, в середине у вас кружочки, а по краям такие галочки. То есть это говорит о том, что аберрации краевые чудовищные, хотя объектив всего 120 мм. То есть эта картинка ровно такая, как я вам показывал, она для геротипа. Ну, и понятно, что интересно же посмотреть, как он мира разрешает. Мир разрешает ужасно. Вот, посмотрите, три мира. При диафрагме 3 полностью открытый. Видите, какая муть. Диафрагма 5 стала порезче только в центре. И диафрагма 11, чуть-чуть получше, но, тем не менее, также, мягко говоря, не очень резко. То есть вот это красивое размытие, за которым так гоняются современные фотографы, достигает здесь элементарно. Ну вот, так что косая мира тоже показала, не бог весть, какие качества. Как вы видите, горизонтальная мира, она совершенно не резкая на краях. А в середине, только при диафрагмировании с 3 до 11, меняется только плавность входа и выхода в нерезкость и в резкость. То есть больше ничего. То есть как раз для портретной съёмки он идеально приспособлен. Значит, что интересного стоит посмотреть дальше? А как он работает с реальными портретами? Вот конкретного человека. Ну, посмотрите на портретные съёмки. Как вы видите, в данном случае съёмка запрещенная для таких объективов. То есть в данном случае я снимал на ярком солнце. То есть фрагменты лица и одежда находятся на ярком солнце, на тёмном фоне. Но в чёрно-белом варианте вполне приемлемо. То есть, а теперь посмотрим на то самое знаменитое бакё, тушё или софт, который возникает у этого объектива. То, что так ценится. Посмотрите этот портрет. Портрет теневой. То есть человек в тени, сориентирован на лицо. А сзади яркие, святая. Вы видите, на открытой диафрагме, то есть при её полном отсутствии, вы видите, сзади вот это самое закругление, размытие, красивейшее. Ну, если мы прикрываем до 11, то уже всё. Дело дрянь. Получается плохой обычный современный объектив. Ну, естественно, хочется снять и более интересные снимки. Обращаю ваше внимание. Первый снимок это на диафрагме 3, потом на 11. 11, всё пропадает. Конечно, такими объективами пользовались и надо пользоваться на полностью открытой диафрагме, то есть при её отсутствии. Ну и теперь посмотрим, как он работает, так сказать, в полуландшафтной ситуации, когда человек у нас находится с вами в окошке, а вокруг вот эта вся зелень, снятая на диафрагмах 3, 5 и 11, показывает, что размытие на 11 такое же почти ужасное, как и на 3. То есть у нас диафрагмирование мало улучшает качество кадра. Да, в общем, это и понятно. Там речь шла только о незначительном улучшении резкости в центре кадра, что, собственно говоря, мы и видим. Ну и теперь подведём некий финал. Попробуем снять портрет в том варианте, который советовали старые фотографы. Единственное отличие будет связано с тем, что я буду снимать в двери на тёмном фоне, а не на светлом. То есть для светлого фона это даже получше, в данном случае засветка была поэффективнее, поэтому в основном снимали на светлом, то есть повышала как бы скорость экспонирования. На самом деле, как вы видите, человек, модель, снятая на фоне двери, она идеально получается на полностью открытой диафрагме. Есть всё то размытие, которое мы так ценим в старинных объективах, особенно которыми пользовались на планере. То есть финал, вот этот портрет в дверях показывает, что, конечно, закрывать диафрагму никакими снаружными блендами, с дырочками не рекомендуется. Лучше всего добиваться максимальной резкости, которой почти нет, на полностью открытой диафрагме. Так что объектив для творческого человека, особенно в сочетании с камерой Хасельблат 907, который даёт как раз матрица иметь такой же примерно размер, как тот самый вот этот вот посеребрённая пластинка до геротипа, почти один в один, которая была главным приёмником информации в знаменитых фотоаппаратах фактлендера, снабжённых вот такими объективами ещё до диафрагмной эпохи. То есть он открывал сверху. И только после 1863 года стала, в общем-то, почаще использоваться щель и вставная диафрагма между линзами. Так что, уважаемые господа, если вы захотите получить настоящее, тонкое фотографическое удовольствие и получить очень красивые снимки с объективами середины 19 века, советую обратиться к версиям Пицвали, краткофокусным, чтобы подходило под матрицу, использовал целиком матрицу. И для этого Хасельблат почти идеальная вещь. То есть те самые пластинки, которые использовались для до геротипы, и они почти равны матрице Хасельблата 907. С ним можно использовать до 120 мм не только пицвалевские, так называемые объективы, на самом деле, шевалье, но и апланаты, которые дают очень похожую картинку. Правда, чуть-чуть получше. Зато ими удобнее пользоваться. Не надо клеить бленд с дырочками. Можно использовать или свою, или вставную диафрагму. Получите удивительные красоты. Туше, боке на заднем плане. Да и сами лица покажутся вам поприятнее, потому что эти объективы очень хорошо скрывают дефекты лица, морщины и прочие признаки старости, которые начинаются, особенно у женщин, очень рано. Поэтому советую воспользоваться моим опытом и попытаться поработать 907-м Хасельбладом старинными, апланатическими или перископными объективами. Это всегда интересно и расширяет творческие возможности любого фотографа. Пожелаю вам в этих начинаниях удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok